Синдавета 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 С большой радостью я представляю вам нашего гостя, который впервые посетил Санкт-Петербург, схиархимандрита Серафима Бит-Хариби. Отец Серафим – этнический ассириец, духовник грузинско-ассирийской общины, настоятель монастыря 13-ти ассирийских отцов, который под его началом возведен в селе Старая Канда Мцхетского района. Грузинское село Старая Канда – это единственное место в мире, где сегодня служится божественная литургия на новоарамейском языке. Это древнейший язык, который насчитывает более двух с половиной тысяч лет. На этом языке говорил Иисус Христос. На этом языке было написано Первое Евангелие от Матфея. И этот язык – коренной язык для ассирийцев. Все население в селе Старая Канда, а это около двух тысяч человек, говорят на арамейском языке, и сегодня его официально преподают в школе. На арамейском языке отец Серафим распевает молитвы на мелодии собственного сочинения, которые часто являются импровизацией. И вот песнопение, которое вы услышите сегодня, это молитва в Гефсиманском саду, было впервые спето именно как импровизация прошлым летом на святом острове Валаам. И вот откуда, на какой мелодической почве рождаются эти распевы? Возможно, что-то отец Серафим впитал от пения матери грузинки, которое слышал в детстве, что-то хранится в его исторической памяти, ведь его мелодиях слились воедино интонации ближневосточных, средиземноморских и грузинских певческих традиций. И вот так родились эти удивительные красоты распевы, которые сегодня знает весь мир, а в будущем они, возможно, станут канонической традицией астерийского пения. Сегодня в нашем концерте прозвучат традиционные грузинские песнопения и песнопения на арамейском языке распева отца Серафима. Итак, я приглашаю исполнителей на сцену Схиархимандрит Серафим и хор монастыря 13-ти астерийских отцов. АПЛОДИСМЕНТЫ Я рад приветствовать вас. И я благодарен Богу, что сегодня я могу воспевать Богу в этом Святом Граде, в Санкт-Петербурге. Я знаю, что сегодня представители многих этнических национальностей находятся сегодня в этом зале. Сюда приехали специально, чтобы послушать из Армении, сюда приехали с Москвы, сюда приехали с Грузии. Но вы, дорогие мои, которые являетесь жителями этого Святого Града, я не богослов и не умею говорить красиво. Просто спасибо вам, что вы нас ждали. АПЛОДИСМЕНТЫ Нас объявили, говорили о нашем песнопении. Я благодарен вам. А что такое каноническое и неканоническое? Вы знаете, есть литургическое и есть нелитургическое. Наше песнопение, многие, которые вы сегодня услышите, оно литургическое. А многое из этого нелитургическое. Это наш плач. Наш плач о Ближнем Востоке. Наш плач о геноциде христиан, которые каждый день умирают только из-за того, что они христиане. И первое, чем мы пред вами предстанем, это молитва в Гефсаманском саду. Это песнопение я посвящаю всем тем, которые оторвались от моей Родины, и им приходится мигрировать в других странах, и они не могут вернуться в свою страну. Поэтому я скажу честно и скажу перед Богом, у меня температура 37,8. Но если вдруг где-то я профальшивлю, пожалуйста, не судите меня строго. Хорошо? Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Ах, 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 Казахстан! Я являюсь все-таки представителем грузинской православной церкви. Мы наш репертуар смешали и сегодня мы представим вам грузинские и армейские песнопения. Вы знаете, 2016 год для кого-то был очень радостным, а для кого-то был очень скорбным. Для меня 2015-2016 год он был скорее скорбным, нежели радостным. Из-за того, что на Ближнем Востоке объевают тех, которые носят имя христиане. Я хочу сегодняшним вот этим песнопением помянуть души всех усовших, которые не дожили до сегодняшнего дня. Когда мы живые встречаемся с друг другом, разговариваем друг с другом, улыбаемся друг другу и радуемся чему-то или скорбим, то мы видим друг друга. Но есть мир иной, который мы не видим. И вот церковь нам заповедовала о них молиться и мы исполняем. то, о чем нам заповедовала Святая Церковь. Поэтому это будет их тени по усовшим на грузинском языке. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Псалом 16 Где начинаются слова о том, что Господи, услыши меня Я желаю каждому из вас, чтобы Господь слышал ваши молитвы И Желаю, чтобы Господь давал вам то, что вам полезно И ему угодно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мария Адиша 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому услышите ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. 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 Поклон тебе, Русь Святая. Поклон вам всем, родные мои. С Богом. До свидания.